Зачем Путин ездил в Китай? И Путин ли это был вообще? Если проиграна война, то о чем мы разговариваем? Зачем атаку? Какая страна пообещала России помощь с оружием под эгидой Китая? Это и Тегеран, и Северная Корея, и та же Белоруссия, которая сателлитом проиграла, является Китая. Почему Пекин решил сделать камин-аут с Россией? Принятие Путина в Китае является неудачным проявлением поддержки России, которая продолжает вести незаконную жестокую войну против Украины. Все, о чем мы с вами будем говорить, это только версии того, что может произойти, или версии причин того, что произошло уже. Перед тем, как начать говорить свои версии, напомню, что очень жду ваших в комментарии. Давайте говорить друг другу все теории, все свои мысли, и будем искать им подтверждения. Ну или оправдания. Поехали. Путин приезжает в Китай по основной легенде не на официальную встречу, не на переговоры, а на форум. Поезд Путь. Повыступать. Ну да, мало ж площадок. Ради еще одной Путин во второй раз за год покидает Россию. Как минимум Тайвань, Вьетнам и Венгрия, точнее их представители, встретились с Путиным, ну или его двойником, в пекинской резиденции Путина. Да, у него там есть своя государственная дача, в которой поднимают российский флаг, когда приезжает кто-то похожий на Путина. По одной из версий, Пекин попросил прислать конкретного двойника, с которым у Си Ци Пиня якобы наладилась коммуникация. И из-за этого на одного двойника у Путина может стать меньше, потому что, ну а вдруг он будет влиятельнее, чем оригинал, если уже и Си его приглашают лично. На самом деле, мало нового, сказал Путин в Китае, хоть и провел целую пресс-конференцию. Слушаю вас. Какие вопросы? Кажется, чтобы лишний раз закрепить сказанное раньше, он все это делал. Но пригласил Байдена на блины. Сказал, что готов к переговорам. Точно зная, что украинская сторона с ним разговаривать до деоккупации не собирается. В целом, мало нового. Если война проиграна России, зачем поставлять Атакамс? Пусть заберут назад Атакамс, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие. Если проиграна война, о чем мы говорим-то? Зачем Атакамс? Выглядит так, будто бы Китай показывает Россию другим азиатским и не только азиатским странам. Как бы намекая, что с ними можно работать. Зря. Сам Китай в это время подписывает с Россией контракт, долгосрочный контракт на поставку зерновых на сумму 2,5 триллиона рублей. Это все кроме поставок околовоенных, кроме дронов и комплектующих, которые якобы не поставляются. К тому же, кто-то помог наладить поставки оружия из Северной Кореи. Некоторые эксперты даже считают, что такие поставки могут транзитом из Китая как бы легализироваться пхеньяном, ну а потом под видом корейской продукции Ти-ВРЭ. С другой стороны, представители тех стран, с которыми разговаривал Путин, вряд ли могут вступить в вооруженные отношения с Россией и как-то помочь Федерации в этом. Что случилось? Почему все это происходит? Вьетнам может поставить или вернуть только старую советскую технику, но останется ни с чем. Тайвань теоретически может помочь, но будет ли? Ведь любая подобная коммуникация грозит серьезными санкциями. Все через корейский хаб. Вообще поддержание потенциала России через своих сателлитов, ну имеется в виду Китая сателлитов, а это и Тегеран, и Северная Корея, и та же Белоруссия, которая сателлитом прямым является Китая, он уже более-менее отлажен. Вопрос стоял, я думаю, на этой встрече. Вообще это праздничная встреча, это триумф для Си Цзиньпиня был, для того, чтобы продемонстрировать итог десятилетней работы над вот этой программой «Шелковый путь», «Один пояс, один путь». И думаю, что серьезных вещей не обсуждали, вернее детальных, серьезные вещи обсуждали, деталей не обсуждали, вот таких там сколько вооружения, кому, как, через кого, обсуждали более глобальные вещи. Потому что Си Цзиньпинь находится в подготовительном периоде для встречи с Байденом. И поэтому разговор с Путиным по поводу оружия, скорее всего, деталей нет, но я думаю, что ему пообещали, что не будет уменьшена помощь. То есть прямых поставок не будет, будут поставки продолжены через сателлитов и помощь не уменьшится. А что если Китай использует РФ и лично Путина, как цепного сумасшедшего пса? Надули, просто нагло обманули. Контролируя время от времени эскалацию боевых действий, ну то есть сдерживая амбиции РФ. И когда надо, просто разрешает больше, дает больше оружия. Агрессию против Украины в 2014 и в 2022 Путин начал именно с поездок или консультаций в Китае. Вдруг и в этот раз что-то задумано. Этот диалог начался, если я не ошибаюсь, даже на Бали. По-моему, это осень 22-го года была. Тогда сказали и представитель Индии, и представитель Китая, что не время воевать. Надо как-то... И вот этот диалог, он продолжается. Если не время воевать было тогда, то сейчас, когда Россия не показывает результатов и приезжает на праздник, естественно, ему об этом скажут. Дорогой друг, ты уже... Мы тебе год назад говорили, чтобы ты прекращал войну, потому что мы торговать не можем. А ты продолжаешь войну без видимых результатов. Поэтому, скорее всего... Но на переговорах Китай, естественно, будет использовать российско-украинскую войну для того, чтобы не усилилась НАТО, не продвигалась. Потому что Россия – это уже зона интереса Китая. Зачем Си Цзиньпин выводит Путина в свет? Видимо, чтобы не дать России упасть окончательно. Видимо, существует потребность в новых рынках и новых направлениях, новых путях обхода санкций. И в тех путях, которые не будут скоро перекрыты этими санкциями, которые может дать России Азия или Африка. Но Китаю таки важно мнение европейских стран и Соединенных Штатов тоже. Иначе этот поводок бы держался по-другому. Иначе поставки не шли бы через четвертые руки, а как минимум через одни или напрямую. То есть для Китая важно, чтобы его связи с Россией не отслеживались. Но все знали, что Пекин поддерживает Москву. Ведь время от времени США критикуют Китай или лишний раз намекает быть аккуратнее. В смысле, не заниматься поставками оружия в Россию. Так случилось и в этот раз. Мы озабочены тем, что КНР продолжает поддерживать отношения с Россией. Принятие Путина в Китай является неудачным проявлением поддержки России, которая продолжает вести незаконную жестокую войну против Украины. Не выглядит ли так, что Китай решил не скрываться, раскрыться, сделать камин-аут? Что-то типа «догори оно все огнем». Напишите свое мнение. Оно очень важно и интересно для нас и для меня лично. Это укрепление позиций своего лагеря. То есть мы увидели оформление двух лагерей уже четко. Демократического лагеря и лагеря персоналистских режимов. Противостояние этих лагерей и соревнования за страны глобального юга. И вот как раз эта площадка третьего саммита Шелкового пути использовалась для того, чтобы продемонстрировать, что они стоят одним фронтом с Путиным и борются против гегемонии с Соединенных Штатов Америки. Вот для этого Путину дали трибуну. Вот для этого укрепили его и легитимизировали его на внешней арене фактически, дав трибуну на этом саммите. Продемонстрировав, что они вместе держатся за руки в самое сложное время. То есть это шла, скажем так, прямая верболка стран глобального юга. Присоединяйтесь к нам, к нашему лагерю. Мы сильны, мы своих не бросаем. И мы будем двигаться до реализации целей, чтобы создать, как они говорят, многополярный мир. Вероятно, также идет утилизация боеприпасов со стороны и Китая в том числе. Масштабное обновление армии, о котором не так давно говорил китайский лидер, невозможно без списания старого вооружения. А отдать России и списать в бою, так это еще и как помощь выглядеть будет. Си Цзиньпин тогда сказал, что китайская армия должна быть готова к войне. И не секрет, что страна вся к этой войне как раз и готовится. Так почему не вооружить союзников или сторонников? Да и взамен еще и получить какое-никакое, но влияние. Может, какие сферы промышленности, скидки на газ или вот зерно. И еще что-то вкусненькое. Да, по уничтоженной технике будет видно, откуда она приехала. Но не для того ли сейчас российские заводы переводятся на полные мощности? Не для того ли Шойгу попросил министров разрешить мобилизовать промышленность, даже резервы? Молодые коллеги, в условиях специальной военной операции особенно важно быстро располнять запасы средств поражения. Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятия нарастить выпуск стольных артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, а также минимизировать сроки и поставки войска. Федеральные органы исполнительной власти приняли меры по увеличению их производства. Проект Российской Федерации предоставило оборонно-промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационной мощности. Министерство обороны упростило процедуру заключения контрактов, сократило объемы испытаний, снизило требования к выбору комплектующих изделий при условии сохранения качества финальной продукции. Сегодня обсудим, как организована работа по развитию увеличения производства стольной артиллерии ракетных систем залпового огня и высокоточников боеприпасов с учетом дополнительных потребностей вооруженных сил. Высокая вероятность того, что эта поездка просто послужила будоражащим фактором, чтобы мы с вами начали строить версии и думать об истинном смысле, чтобы мы сомневались во всем и строили зависимости. Но все это покажет время. Не забывайте, что все, о чем мы тут говорим с вами, это всего лишь версии и только версии происходящего. Какие-то сбудутся, а какие-то нет. Вы смотрите Нехта. Меня зовут Алексей Буглаков. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok